Всем мы знакомы со вселенной Звездных Войн, кто-то не испытывает к ней никаких эмоций, кто-то яро ненавидит, а некоторые, напротив, просто боготворят все, что связано с далекой-далекой галактикой. Первый фильм классической трилогии Звездных Войн увидел свет в таком же далеком 1977 году и тут же обрел статус культового, чем проложил данной вселенной дорогу в другие жанры, такие как комиксы, мультфильмы и, конечно же, игры. В период 80-х-90-х годов вышло множество игр по Звездным Войнам, однако уровень развития технологий того времени не позволял воплотить в жизнь все идеи разработчиков и лишь после 2000-х свет увидели игры, о которых сейчас мы вспоминаем с любовью в сердце. Именно о них и этих играх по вселенной Звездных Войн, которые мы сегодня играем, и пойдет речь в этом видео. Говоря о джедаях и ситхах, нельзя не упомянуть легендарную Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Хоть первая часть серии и была достойной игрой именно Jedi Knight 2, многие считают одной из лучших игр со световыми мечами вообще. В этой игре мы примеряли на себя роль наемника Кайла Катарна, который с нашей помощью будет всячески мешать планам темного джедая Десана, который намеревается полностью стереть с лица галактики всех джедаев до последнего. Нас ждала продолжительная кампания, в ходе которой мы посетим различные планеты, будем сражаться на боевых станциях и заглянем в древние храмы джедаев. Игра подкупала продуманным до мелочей геймплеем, интересной историей и колоритными персонажами. Да и чего говорить, иногда после приступа ностальгии я и сейчас возвращаюсь к Jedi Outcast, дабы снова принять участие в этом эпичном приключении. И скажу я вам, даже сегодня на фоне красот современных игр, Jedi Outcast со своим архаичным внешним видом все равно дает просто потрясающие эмоции. Если вдруг вы каким-то образом пропустили эту игру и вам не свойственно бояться отсутствия графики уровня третьего Крайзиса, обязательно познакомьтесь с этой игрой, не пожалейте. Если же душа не лежит к старым играм, но руки все равно против светового меча, то вам на помощь придет Star Wars The Force Unleashed. Экшен от третьего лица, повествующий нам о приключении Старкиллера, ученика самого Дарта Вейдера. В этой игре нам предстоит увидеть историю с обратной темной стороны. Уничтожать по ходу игры мы будем как повстанцев, так и имперские войска, и делать это придется с особой жестокостью, ведь каждая битва представляет собой набор спецэффектов, демонстрирующих мощь главного героя. Графика за последние годы значительно похорошела, однако сюжет не является языкным откровением, а скорее просто представляет из себя неплохую историю про предательство и моральный выбор. Данная игра не числится в моем списке лучших игр по Звездным Войнам, однако это никак не примешает ее значимости для вселенной в целом, и я думаю любители неплохих слэшеров смогут провести здесь несколько веселых вечеров. А вот если световые мечи и владение силой это не все, чего вам хочется от такой богатой на события и детали вселенной, вы хотите лично взять в руки штурмовой бластер и отправить в переплавку, скажем так, несколько сотен дроидов, то две следующие игры непременно для вас. Конечно же речь пойдет о Старваз Репабли Командам. Так должно быть понятно из названия действия данной игры, закрученного вокруг спецотряда клонов Армии Республики. Нам под управление попадает отряд команды с под названием Дельта, состоящий из четырех бойцов. Сами мы будем играть за одного из них, а трем другим будем раздавать указания, дабы слаженные действия команды привели нас к победе. Действие некоторых игровых миссий разворачивается параллельно с действием новой трилогии Звездных Войн. Например, в первой же миссии мы будем выслеживать одного из лидеров сепаратистов во время битвы на Геонозисе, которые заканчивали Звездные Войны атака клонов. Волей судьбы наш отряд будет забрасывать в различные уголки галактики, где мы будем выполнять самые разнообразные здания по спасению заложников и уничтожению врага. Эта игра может похвастаться отличной для своего времени графикой, интересными тактическими особенностями управления командой и вообще общим визуальным стилем. Опять же, всем любителям Звездных Войн и просто хороших шутеров, страдающих приступами ностальгии, крайне рекомендую познакомиться с этой игрой. Вторым обычным шутером, о котором слышал любой уважающий себя геймер, является Star Wars Battlefront образца 2004 года. По сути, про игру долго рассказывать нет смысла, это чистая калька с Battlefield 1942, только в стилистике Звездных Войн. Идентичная механика с добавлением бластеров, местной техники и несколькими уникальными идеями. Но то, что игра по сути копирует существующий на рынке продукт, не помешало ей сыскать популярности среди игроков, и вскоре свет увидел Star Wars Battlefront 2. Это та же игра, в которой всего, чего было в первой части, просто стало больше. Например, добавили космических сражений. Однако, на момент выхода, уже игра смотрелась блекло на фоне того же Battlefield 2. Но это не помешало забивать игрокам в свое время сервера до отказа. Даже сейчас уверен кто-нибудь, до сих пор во время времени поигрывает в Battlefront 2. Но если масштабных сражений в 64 лица на одной карте вам кажется недостаточно, специально для вас есть целая ММО игра по вселенной Звездных Войн. И этой игрой является Star Wars The Old Republic. Вероятный масштабный проект от знаменитой студии BioWare. Разработка игры стоила грандиозные 160 миллионов долларов. Нам обещали полностью озвученную МООРПГ, в которой для каждого класса персонажей была бы представлена собственная компания. Нужно сказать, что студия свое обещание выполнила, и пройти игру действительно можно было в одиночку, к тому же не один раз. Так как и персонажей было много, и по ходу сюжета были развивки, которые влияли на его дальнейшее прохождение. Конечно, я и сам не мог пройти мимо такого крупного проекта по Звездным Войнам. Однако, по непонятным причинам, игра не смогла долго удержать меня у экрана. Я отыгрывал компанию за десантника штурмовика, и даже потратил на игру не один десятых часов. Но потом, внезапно, интерес к игре просто пропал. Стало остро ощущаться отсутствие контента и монотонность повторяемых действий. И я полностью ушел из игры. И каково же было мое удивление, когда читая новости того времени, я понял, что таких игроков было огромное множество, и всего через каких-то полгода игра начала терять подписчиков с огромной скоростью. В скором времени она вообще перешла на фри-то-плей, что, конечно, немного подправило положение дел, и я попробовал вернуться в нее вновь, но, как говорится, второй раз не зашло. Сейчас для нее выпускают масштабные дополнения с эпичными роликами, у нее есть своя публика, однако для проекта по самой знаменитой вселенной от одной из очень известных студий, все же публика эта не столь многочисленна. Но так как игра не требует от вас никаких денег для знакомства с ней, и вы по каким-либо причинам пропустили ее, загляните в нее сегодня, решите для себя, стоит ли поселиться в этом мире лично вам. И раз уж речь зашла о глубоком и разнообразном сюжете, мы обязательно должны вспомнить Star Wars Night of the Old Republic. Еще одна игра студии BioWare, только вышедшая задолго до The Old Republic. По моему скромному мнению, это лучшая игра во вселенных Звездных войн, и вообще, одна из лучших RPG, в которые я вообще когда-либо играл. Над этой игрой в принципе не властно время, и вам ничего не мешает прямо сейчас сесть за нее, и получить огромнейшее удовольствие от прохождения интереснейшей кампании. К тому же, не так давно она была переиздана на мобильных устройствах, и играть стало удобно даже в дороге. Но давайте попробуем немного подробнее разобраться, чем же эта игра заслужила столь высокий статус, и множество раз получала звание игры года от многих игровых изданий. В первую очередь, игра выделяется отменной игровой механикой, с множеством вариаций развития вашего персонажа. Качественной боевкой и разнообразными заданиями, допускающими несколько вариантов прохождения. Множество хорошо прописанных персонажей, с которыми мы будем общаться посредством интересных диалогов. Компаньоны, с которыми мы будем строить отношения, и все-все прелести, которые мы могли видеть в будущих играх студии. Боевка в игре требовала шевелить мозгами, и дабы вы успевали принять верное решение, в игре присутствовала тактическая пауза. Это вам не современный RPG, большинство из которых можно пройти, нажимая одну кнопку даже на высоком уровне сложности. В общем, прелести игры можно расписывать очень долго, лучше сами попробуйте. Ну, если вас вдруг пугает графика образца 2003 года, смело качайте игру на ваш телефон или планшет и играйте там. Благо, реализовано все удобно, и как раз там графика будет казаться местами даже очень хорошей. На этом мы могли бы закончить наш разговор о том, какие игры по вселенной Звездных войн оставили свой след в истории. Но в качестве бонуса давайте поговорим о недавно вышедшей Star Wars Battlefront, образца 2015 года от студии DICE. Проходить мимо этой игры я не хочу, потому что она является самым настоящим подарком от фанатов Звездных войн для фанатов. Да и пускай на эту игру льются потоки грязи, мол, контента маловато, стрелять тяжело, и всякие фразочки вроде «Да это же Battlefield!». Но тем не менее, эта игра невероятно качественный продукт, который со временем обрастет дополнениями и будет охватывать множество происходящих во вселенной событий. А сейчас это самая красивая игра по Звездным войнам, и вообще одна из самых красивых игр на сегодняшний день. К этой красоте прилагается просто фантастический фан-сервис для всех ценителей. Звуки, льющиеся из колонок, создают впечатление, что прямо у вас над ухом кто-то стреляет из настоящего бластера, а вон там вдалеке кто-то только что включил световой меч. Масштабы происходящего впечатляют не меньше, вот вдалеке шагают гигантские разрушительные машины, по полю бегают десятки солдат, а в воздухе в жарком сражении имеются силами опытные пилоты. Где-то там вдалеке падает крейсер Империи, и вот-вот взрываются корабли вовстанцев. В общем, настоящий пир эмоций для всех фанатов. Не стоит сомневаться, если вы причисляете к себя к числу таких фанатов, и смело покупайте эту игру, и вперед самое пекло боя. На этом славном призыве я и закончу этот обзор. Уверен, впереди нас ждет еще много громких проектов по любимой нами далекой-далекой галактике. Ведь она всегда будет с нами, и мы будем всегда ждать продолжения ее собственной истории.